22 ноября в Питерске стартует один из самых старейших на буссоветском пространстве. Дорогие друзья, приглашаю сейчас бурными аплодисментами поприветствовать наших экспертов Глеб Александрович Лавицкий, генеральный директор Центра культуры «Витерс». Марина Владимировна Волновская, заместитель генерального директора по специальным проектам Центра культуры «Витерска», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, инициатор и бессмелый руководитель фестиваля. Константин Кузнецов, председатель жюри Совет Большого театра Беларуси, народный артист Беларуси, присутствует онлайн. Генеральный директор Центра культуры Республики Беларуси, который уже 30 лет фотографирует фестиваль и действительно дарит нам фотошипы. Я для каждого года поприветствую Валентину Саков, хореограф, режиссер, поэт, конкурсам фестиваля. На у меня специальные премии имени Пампилова, лучшего хореографа 2022 года. Приветствуем вас! Я считаю лист культурного садиста Республики Беларусь. И отношение к этому фестивалю такое же. Сделать что-то необычное. Ты всегда любил это лучше, чем попробовать нарисовать, лучше, чем ты рисовал дайв. Сохраняя всю палитру твоих хореографических трассок. Всем добрый день и тем, кто находится в этом зале. Я вижу, что некоторые наши коллеги, представители средств массовой информации, наверное, это той приятный средств массовой информации, которые любят не хейт и не хайп, а любят очень умное искусство, и которые сегодня готовы рассказать о том, что они услышат на нашей пресс-конференции. А фестиваль современной хореографии – это высокофилософский, высокоэдитарный тот вид искусства, которое, слава богу, нам сохранить получает в городе Витебске. В 30 с лишним лет ежегодно на сцену выходят на открытие участники конкурса. Этот год у нас год республиканского конкурса. Но для этого он не становится менее яркий, он не становится менее значимый. Попасть в офисный фестиваль – это дело непростое. Приложений много. Для Витебска мы это делаем очень выборочно, очень скрупулезно. С одной стороны, это должно быть разнопланово, с другой стороны, хочется так, чтобы это уже не повторялось, что-нибудь типа такого мы видели, хочется всегда что-то новое. Либо наши любимые коллективы, которые каждый год нас радуют, и я даже скажу, что это не специально для Витебска, они готовят какие-то особые премьеры, как туалет Панфилова, хочу сказать позже. Но вот 23 числа на сцене драмтеатра «Куба голоса» впервые в афишу фестиваля украшает наш государственный белорусский молодежный театр. А еще приятно то, что спектакль, который мы увидим, называется «Соприкосновение». Подставил нашу витебский актрилограф Диана Юпченко. Он такой добрый, мягкий, пушистый, еще даже, наверное, визуально, потому что там все костюмы костюмерами сделаны отвязанными. И такие мягкие и добрые, это еще порождает какую-то особую детскость. Какой-то такой вот особой теплоту. Вот поэтому я всем рекомендую этот спектакль прекрасно смотреть, даже детям с родителями. Это очень добрый, очень светлый спектакль, и очень радостно, что это наш белорусский театр. Завершает фестиваль театр-балет Евгения Панфилова со спектаклем «Ромео Джульетта». И пойдете не по мосту, а со стороны Галлатора, да, приближаться будете к нашему концертному залу, там теперь появились виртуальные скаменьки. Во-первых, на них можно посидеть. Вот так вот, случилось, что на скаменьке можно посидеть. Там можно зарядить телефон. Телефон. Вот, и к тому же они имеют такие торцовые панели, которые являются тоже прекрасными площадями для экспонирования. И там будут предложены маленькие фрагменты живым Игорем Усакову. Это, кстати, кто выглядит, как хореография, да? Так что это вот еще одна новая книжка новая. Мы вас благодарим за то, что вы приняли участие в пресс-конференции. Мы с нетерпением ждем старта фестиваля. До новых встреч на Международном фестивале современной хореографии в Витебске. Спасибо огромное всем за участие. Продолжение следует...